Симпатии зрителей были на стороне Луки, которого блистательно сыграл Иван Москвин. Современники вспоминали Борькову, когда он читал пьесу «Слух», лучше всего удавалось именно роль Луки. В прошлом у Луки темные истории, на которые он набегает в беседе с Васькой Пеплом. Частое упоминание Сибири наводит на мысль, что Лука или сектант, или бывший каторжник, а отсутствие у него паспорта, что, возможно, и беглый. Странника приводит Наташа. Ее сестра Василиса подговаривает Ваську убить хозяина ночлежки Костылева, Василисиного мужа. Но если ее признают виновной в сговоре, то Наташа может стать владелицей ночлежки. Валентин, скажите, а Вы впервые читаете текст тотального диктанта? Впервые. А сами Вы участвовали в акции в прошлые годы? В прошлые годы нет, я не участвовал, к сожалению. Как Вам показалось, были такие моменты в тексте, которые сложно давались для чтения? Я почему-то еще, когда диктовал, я думал о тех, кто записывает. Потому что, на самом деле, не самый простой текст, на мой взгляд. То есть, я просто думал, как бы я записывал этот текст, и сколько бы ошибок допустил. Скорость написания текста у всех разная, это нужно понимать, тем более разный возраст был у людей. Кто-то пишет очень быстро, там ребятишки были, которые помоложены, ну, скажем так, прямо дети. То есть, писали, естественно, у них скорость написания текста не такая быстрая, как у взрослого человека. Ну, и тем более еще осмысливать, то есть, как бы логику построения предложения. И, соответственно, естественно, я повторял текст, старался, чтобы всем было комфортно, удобно, и все успевали. В целом, текст показался несложным, были лишь отдельные моменты касательно тире. Которые вызывали вопрос. Ну, надеюсь, что хотя бы четверка есть, хотя хочется всегда стремиться к лучшему. «Тотальный диктант» уже проводится в нашей стране седьмой раз. Я принимаю впервые участие в «Тотальном диктанте». Так складывалось, что не было времени, не было возможности раньше принять участие. Сегодня я в городе, есть возможность прийти с жителями нашего города написать «Тотальный диктант». Текст очень интересный, было над чем подумать, была возможность вспомнить школьную программу. Потому что мы уже давно отвыкли, особенно я, давно отвыкли писать от руки. Но, наверное, все так. Мы печатаем на клавиатуре, мы печатаем в телефоне, мы пользуемся там Т9. А тут пишем рукой, заставляем вспоминать себе правила написания. Это очень важно, очень важно знать русский язык, очень важно знать свои корни, знать свою культуру. Именно с этой целью мы и проводим этот диктант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова